слышите как синичка поет синичка поет а у нас мороз минус 10 приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодняшний ролик чисто влоговый немножко обо всем по чуть-чуть во первых покажу вот эту красоту джемпер я назвала восторг джемпер для анечки на носу 8 марта чем я поздравляю всех женщин желаю вам всего самого лучшего любви и счастья достатка гармонии будьте самыми красивыми будьте самыми счастливыми богатыми в общем всего всего что вы сами себе желаете подарок был как 23 февраля лёшику но я не могла это не показать все-таки ручная работа а все что связано с ней хочется рассматривать хочется восхищаться в общем давайте наверное начнем как раз с этого подарка я говорю 8 марта а подарки вот такие мужские представляете это даже гремит как что-то металлическое а это шоколад вот такая рукодельница работает с лёшей вместе и каждый раз к 23 февраля она мужчинам делает вот такие подарки в прошлом году был пистолет не знаю с каким намеком но это был пистолет сейчас развяжу за кадром и посмотрим что же там внутри девочки вы только посмотрите это же надо даже не верится что это шоколад представляете вот такие мастерицы и ключи и болты жизнь бы не догадалась что это не металл вы посмотрите даже номер представляете вот такой вот ключ класс дело техники представляете и вот такие вот гвоздодёры я так понимаю ну вот видно здесь немножко краска все таки видно что это шоколад боже какая прелесть вот такая красивая травка дай бог здоровья вам и вашим ручкам девочки я восхищеню представляете вот такие подарки я говорю она всем разные такая коробочка это же все нужно сделать вот такую бирочку приклеить еще ленточкой перевязать а посмотрите как красиво гармонирует с аниным джемпером ну просто ансамбль ну а теперь давайте расскажу немножко о джемпере конечно сегодня примерки увы не будет я обещала вам но вот звезды не сложились не смогла приехать дочь ну и в принципе мне слишком много было работы связать рукав постирать высушить в общем мы решили не спешить и дочечка ко мне приедет 9 числа и тогда я сниму уже короткий ролик покажу как эта красота смотрится на ней и так весит это счастье 660 грамм из них 380 это пряжа опал так куда я делал этикеточку носочная пряжа опал артикул час еще расскажу пятьдесят один девяносто три она здесь присутствует сейчас покажу вот она и вторая пряжа это от янарта бэби кота я восхищение не устану повторяться это от одной и от второй пряжи кстати спонсорами здесь были магазин ярн 21 предоставивший вот эту полу хлопковую пряжу артикул вот видите 452 и опал мне предоставлял магазин кудель громаднейшее благодарю еще раз и так у меня еще осталось вот этой серой прекрасные пряжи полухлопок видите пять целых моточков и здесь 25 грамм в общем на джемпер пошло получается считайте у меня тринадцать было минус пять это восемь и минус половинку семь с половиной моточков вот этого полухлопка ну вот считайте семь с половиной не купишь значит надо восемь и там получается что нужно 400 грамм покупать ну потому что 320 пошло опять же 20 грамм не купишь так что вот вам ориентир если будете вязать на вот размер 44 48 то 660 грамм а какая у вас там пряжа будет рассчитывайте под этот метраж здесь значит 425 метров это я в опале метраж здесь 160 метров на 50 грамм то есть получается 320 метров на 100 грамм вот такие вот дела значит связался джемпер очень быстро и я сейчас плавно хочу перейти к другой теме разговора мне две подписчицы написали что лена у вас ошибка вот вот здесь вот вот в этих аранах вы ее заметили или поздно заметили и не захотели уже переделывать честно говоря я ее заметила когда вы мне об этом написали значит если внимательно присмотреться то вот в этих аранах да и вот здесь я нашла ошибку видите здесь поверх идет вот эта дорожка а здесь она идет вот другая дорожка сверху потом опять то есть у меня ошибки мои чередуются потом где-то еще в самом аране вот в этих переплетениях здесь вот тоже вот прямая а должна быть вот такая вот шахматка но вот здесь вот шахматка в общем когда вы мне об этом написали честно говоря я посмотрела но решила что я вообще ничего не буду переделывать у меня джемпер уже готов потом вторая подписчица или просто зрительница мне об этой же ошибки написала и сказала вы там с той стороны в общем там как-то подрежьте потом поменяйте но мои хорошие вот на это я вообще с этим я совсем не согласна и не готова то есть подрезать с этой стороны петельку потом как-то ее переставлять потом это все сшивать но нет вы меня простите конечно это знаете как лучший враг хорошего называется я решила что я ничего делать не буду вот по мне так вот я сейчас отойду немножко дальше по мне вот но все прекрасно я наверное не такая перфекционистка что вот буду перевязывать из-за такой ерунды я думаю что эти дорожки никто не будет пересчитывать и смотреть как там они лежат в общем я решила оставить как есть не очень бы хотелось узнать ваше мнение вот как бы вы перевязывали или бы оставили вот так я понимаю когда идет вот такая дорожка жгут да и вы здесь ошиблись то есть наклон был влево вы сделали вправо это естественно это бросится в глаза это испортит всю картину вашу но вот в таком случае я считаю что но переделывать ну не нужно если бы я может быть сразу заметила там пару тройку рядов я бы распустила возможно но сейчас я даже не думаю переделывать я ничего не буду переделывать дочь моя вообще этого не увидит да и вообще человек который будет может быть рассматривать этот джемпер он не будет так его пристально рассматривать в общем остались у меня вот здесь не заправлены и только две ниточки на тот случай если приедет дочь и нужно будет или довязать или отвязать но скорее всего довязать у нее длина руки шестьдесят два сантиметра представляете но и росту 177 вот но я вроде бы то мерила вроде б то попала потому что опять же вязала когда после стирки она он же вытянулся немножко этот рукав хотя не намного но в общем будем надеяться что все подойдет если не подойдет рукав я здесь распущу и тогда рядочков 5 довяжу там 56 вот сейчас выверну посмотрите как он смотрится с изнанки вот я вывернула наизнанку и представляете я думала что я все заделала хвостики оказывается вот нашла еще на рукаве щас буду на рукаве да даже не на рукаве но даже представляете а я решила что я уже все заправила в общем хорошо что вывернула что вам хотела показать что все заправлено оказывается заправлено да не все в общем все равно смотрится аккуратно все кончики практически все заправлены все прекрасно думаю что дочь будет довольна этим джемпером девочки а вот теперь хочу плавно перейти к следующей теме мне недавно дня два три назад вот 2 марта боже мой как время то летит а пришло вот такое письмо от галины галина сергеевна на самом деле ее зовут вот такой текст здравствуйте прошу прощения за то что обращаюсь к вам через почту не пользуюсь соцсетями проживаю в сельской местности с двумя детьми недавно начала вязать крючком и спицами может у вас есть остатки пряжи от ваших проектов которые вам не жалко отдать была бы рада всему еще раз извините дальше мы там с галиной общались что я конечно же вышлю ей но это даже не остатки пряжи я ей вышлю пряжу на какое-то изделие и оставлю адрес под этим видео адрес этой галины да в принципе сейчас открою письмо с этим адресом прочитайте девочки у меня большая просьба во первых на носу 8 марта конечно же если будем отправлять посылки то это будет немножко позже но как говорится ничего страшного я считаю что надо человеку немножко помочь не от жизни хорошие такие письма приходят и от нас не убудет если мы там по моточков и вышли пусть человек вяжет и вспоминает нас добрым словом вот я считаю что добро которое мы делаем в этой жизни она стократно нам возвращается поэтому я прошу вас мои дорогие зрители подписчики отзовитесь и давайте вышлем пряжу действительно может быть какие-то остатки может быть нормальную пряжу там кому что не жалко давайте поддержим человека и пусть человек радуется и вяжет а адрес у галины вот такой спасибо вам большое рп у холова село погорелов к улица правобережная 14 квартира 4 индекс 391 920 рязанская область гришиной галине сергеевне я конечно же оставлю этот адрес под видео и я думаю что в скором галина получит пряжу во всяком случае от меня точно получит ну и я поздравляю вас галина с наступающим праздником 8 марта я думаю что радости в жизни прибавится получите пряжу вяжите себе деткам пусть у вас все будет хорошо ну и на этой ноте такое коротенькое видео я буду заканчивать я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока